Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, где в этом году буду высевать и выращивать рассаду. Делать это буду первый раз в деревне, в доме. Обычно я выращивала всегда в городе, в квартире и за недельки, за две всегда вывозила ее сюда уже в деревню, закаливала и высаживала в теплицу или в открытый грунт. Но так как мы практически переехали в деревню жить, поэтому в этом году, с этого года, я рассаду начинаю выращивать уже здесь. Я сейчас нахожусь на мансарде. Здесь нет ремонта. В доме я выращивать рассаду не буду, потому что у нас практически закончился ремонт. Грязь я разводить в доме не хочу, а на мансарде пока ремонта нет, поэтому я здесь ее буду выращивать. Мансарда теплая, она находится под крышей. Здесь выведено отопление, но все батареи отключены, потому что тепло. 20-22 градуса, отличный микроклимат. Здесь не душно, но все, что нужно для растения. Установили довольно-таки большой металлический стеллаж. Здесь 4 регулируемые полки. По длине полка 1,45 м, глубина полки 65 м. Очень большой металлический, тяжелый, добротный стеллаж. Как я уже сказала, здесь 4 полки. Высокие. Значит, на какую хотите, на такую высоту и регулируйте полочки. Это вот самая нижняя, она пока самая большая. Здесь у меня сложены все приспособления для посева. Ну, это рассадные пакеты, которые я использую каждый год. Уже в течение, наверное, 4 лет я после сезона их мою, дезинфицирую, складываю по 10 штучек. И они, видите, как новенькие. Здесь 150 черных пакетов. Пакетов, они 0,9 литровые. Это для томатов, перцев. И здесь маленькие, это пол-литровые, для огурцов, тыквы, кабачков и так далее. Замечательная вещь. Ничего больше не надо. И посмотрите, сколько занимает места. Просто идеальные пакеты для пикировки уже рассады. Здесь также посуда, которая мне нужна для посевов. Песок, препараты, там торфяные таблетки. Все для посева. Сейчас я вам покажу. Теперь сам стеллаж. Смотрите, я пока 2-3 полки обернула фольгой. Я не знаю, что это за материал. Это оббивали крышу дома. Она с одной стороны белая, а вот с внутренней стороны она фольгирована. Это для того, чтобы свет не рассеивался от ламп. Ну и создавался свой микроклимат, чтобы было там тепло. Сейчас я обойду и сниму эту занавеску. Покажу, что внутри. Так, свет я пока бикалорный не выключаю, чтобы вам показать, как все выглядит при свечении лампы. У меня занята только пока средняя полка. Там посевы. Так, сейчас отключу лампу и покажу уже, как здесь все устроено. Будет чуть темновато, потому что лампочки находятся за стеллажом. Но, в принципе, все видно. Итак, металлические полки. Они съемные. Все очень быстро и легко. Как и разбирается, так и собирается. На каждой полке у меня установлены пластиковые поддоны. Их вмещается здесь три штуки. И они на всю глубину этой полки. Они пластиковые. Тоже им, наверное, года по четыре, не меньше. Если аккуратно пользоваться вещами, мыть, не ломать. Очень долго они прослужат. Я выставляю сюда рассаду. У меня все плошки и рассадные пакеты имеют дренажное отверстие. Поэтому вода стекает сюда. Даже бывает такое, что когда рассада большая, я уже поливаю не в сам стаканчик, допустим, или в рассадный пакет, а прямо сюда в поддон. Все замечательно. На каждой полке подцеплена лампа. Лампа бикалорная, линейная. Она очень мощная. Свет красный-синий. И по длине она 1,45 метра. Она как раз практически на всю длину этой полки. Так как лампа мощная, одной вполне достаточно. Эта полка средняя. Она уже занята под посевами. Также все устроено. Бикалорная лампа. Так как у меня только посевы. Поэтому полка, как видите, она самая маленькая. Лампа очень низко подвешена. Чтобы весь свет сконцентрировался на семена. Чтобы они всходили. Тоже пластиковые поддоны для слива лишней воды. Ну и вот еще одна четвертая полка. Пока там все принадлежности. И уже по мере роста рассады здесь регулируете высоту. Высота регулируется очень все просто, легко. Это вот четвертая полка. Вот так. Ну и вот такая металлическая занавеска создает ширму, где сосредоточен свет и влажность и температура, чтобы семена всходили. Конечно, когда уже будут всходы, здесь будет все колоситься, я эту ширму, конечно, уберу. Она здесь будет ни к чему. Сюда я тоже жду лампу. Здесь пока лампы на вот этой полке нет. У меня еще одна есть лампа, она поменьше, тоже бикалорная. Это обычные такие лампы. У меня есть еще один большой подоконник холодный. Вот я туда эту лампу буду цеплять, если мне не хватит здесь полочек. Но я думаю, все будет мне достаточно. Все цветы холодостойкие я буду выносить уже в теплицу, как только позволит погода. Теплицы у меня стеклянные обе. Вот так у меня устроены полочки для рассады. Все, ширму я закрыла со всех сторон. Между прочим, на мансарде здесь еще 5 окон, поэтому света дневного будет достаточно. Лампы, по-моему, я не сказала, что они от мини-фермера. Они у меня уже 4 года, а самая первая моя лампа простая. Она у меня уже 5 лет, поэтому лампы дорогие, но они того стоят. Вот ни один диодик у меня за 5 лет и за 4 года не перегорел. Смотрите, здесь занесла землю. Я ее готовлю для пикировки растений с осени. Она у меня в теплице проморозилась хорошо. Смотрите, какого качества земля хорошего. Пахнет так вкусно. Когда я открыла, она уже начала таять. Хорошая земля. Я закрываю пакетом, чтобы не высыхало. А здесь также с осени готовлю два ведра торфа Агробалт. Это у меня здесь закрыт биогумус домашний. Тоже с осени все готовлю, чтобы мне замороженный торф не ковырять. Так, насчет биогумуса я сейчас вам покажу. Я давно не снимала своих червей. Вот, остался у меня один ящик. Здесь находятся черви. Значит, я уже говорила, что я уменьшила стадо своих червей. Ну, из-за таких личных обстоятельств. Поэтому через год или через полтора я опять буду увеличивать поголовье до 5 ящиков. Ну, а так мне пока одного ящика достаточно. Я с ним справляюсь. Раз в месяц я пересеваю биогумус. Закладываю новую еду червям. И получается у меня за один раз 4 литра, 4 именно литра, не килограмма, а 4 литра биогумуса. Конечно, мне его не хватит. Только хватит на посевной сезон. Ну, а когда уже высадка будет, я буду покупать. Ничего не поделаешь. Мне не хватит моего биогумуса. Поэтому он идет в больших количествах. Вот даже вот сейчас на посевную. А уже на высадку там его надо много. Поэтому буду покупать. И хочу вам показать покупки, которые я совершила совсем недавно. Их немножко, но покажу. Сапропель купила. Суперконцентрат. Именно в гранулах покупаю. Очень удобно. Я по 2-3 гранулы добавляю при высадке перцев, огурцов, томатов. Именно люблю в гранулах. Вообще по инструкции эти гранулы нужно разбавлять в воде. В общем и проливать как-то все делать это. Я не заморачиваюсь. Просто беру 2-3 гранулы. Делаю посадочную яму, кидаю гранулки и высаживаю рассаду. Мне нравится. Я в прошлом году попробовала. Также я купила диатомит. Вот так он выглядит. Это для добавки почвосмесь. Природный. Почвоулучшитель написано. В этом году только пробую. Говорят, полезная. Купила. Также я купила землю для кактусов и суккулентов. Биогрунт, экофлора. Я снимаю для вас. Ну и для себя, конечно, тоже видео. В течение месяца уже. Вот как раз мне эта земля нужна будет для кактусов. Сюда же я купила удобрения агрикола для кактусов и суккулентов. Я вообще минеральными удобрениями не пользуюсь. Но вот для вот этого эксперимента я решила купить. Попробовать именно для кактусов. Посмотрим. Буду пользоваться? Не буду, но купила. И сюда же, в этот эксперимент, я купила фертику. На самом деле, кажется, фертики очень много. Она там для всего идет. Но я купила для стартового водорастворимого удобрения. Для начальных стадий роста и развития растений. Тоже купила для кактусов. Тоже посмотрю, буду я им пользоваться или нет. Но купила. Хочу вырастить то, что я выращиваю. Приобрела фитоспорин. Классика жанра. И люблю в пасти. И большую сразу упаковку. Дальше купила эпин. Два эпина, два циркона. Эпином я сейчас пользуюсь. Брызгиваю семена при посеве раствором эпина. И я им еще пользуюсь очень хорошо, когда хвойные выходят из зимы. По весне распыляю на крону хвойных циркон и эпин. Я думаю, все знают применение этих двух великолепных средств. Также я всегда пользуюсь сиянием номер один. Я здесь не только давнишние покупки показываю, но и то, что у меня вообще есть. Фитозонт купила. Это для укоренения хвойных культур. Я в прошлом году попробовала один пакетик, когда высаживала хвойные растения. В этом году я тоже заказала довольно-таки много хвойных. Ну, что хочу сказать. Фитозонт, не знаю, помогает он или не помогает. Какого-то, знаете, вау-эффекта я не увидела. В принципе, у меня хвойные все прижились. Ни одного выпада у меня не было. Я не знаю, благодаря фитозонту это или просто от того, что я удачно высаживаю хвойные растения. Не знаю. Но опять купила два вот штучки. Пускай будут. Следующее, что у меня еще в аптечке есть, это янтарная кислота. Это прошлогодняя, а это вот свеженький. Пакетик купила один вчера. Скор. Это для борьбы с болезнями растений. В основном кустарники, вот обрабатываю ягодники. Максим. Он у меня всегда есть. Это обрабатываю луковичные. Так, фитоверм. Тоже всегда есть. В прошлом году покупала, в этом году даже ничего не покупала вот из этого. Ракурс у меня два штуки. Это от болезни хвойных растений. В прошлом году я его применяла. У меня болела лиственница корник. Есть еще один препарат. Сейчас, если я вспомню, и напишу в видео, как называется, вот ракурс. Еще один препарат, каким я пользовалась в прошлом году. Понравились. Лесница не пропала. Все хорошо. Купила также вчера эта краска. Green Bell. Садовая я деревья белю. Сад у меня молодой. Позднюю осенью белю. Белю и ранне-ранне весной. Это от ожогов. Вот, купила первый раз эту краску. Но думаю, что-то она, наверное, плохая. Больно она жидкая. Ну, посмотрим. Написано, что она устойчива к дождю и быстро высыхает. Посмотрим. Новинка. Глиокладин. Кое-что было с прошлого года, кое-что подновило. Глиокладин против корневых. При корневых гнили, черной ножке, рассады. Каждый год его применяю уже, наверное, в течение лет трех. Это точно. В основном на огурцах, на тыквах, на арбузах. Но могу и при посадке томатов добавить. Я не знаю, благодаря этому препарату или нет, но у меня никогда не было корневых и прикорневых гнилей. Глиокладин мне очень нравится. Это серия. Биологический препарат тем более. Алирин. В этом году я его применяю. Я проливаю им почву перед посевом семян. Всех семян. Вот, тоже нравится. Это биофунгицид против мучнистой росы, ржавчины, фитофтороза, серой гнили, черной ножки. Тоже биологический препарат, хороший. В этом году купила первый раз профилактин от комплекса вредителей. Никогда не применяла, вот решила купить. Препарат такой около 300 рублей стоит. Еще я пользуюсь хорусом. Мне очень нравится. Но еще и в этом году свежий не купила. Надо будет докупить. Буду применять ранней весной профилактин. Попробуем. Есть у меня еще вот такой препарат. Это кородерма. У меня в прошлом году от сильных ветров. В Московской области очень сильные ветра были в прошлом году. Собственно говоря, наверное, каждый год они уже разломали. У меня две ветки очень сильно абрикоса. Поэтому купила, обработала. Очень удобный препарат. Он прям, знаете, как вторая кожа такая. Хорошо залечивает. Так не текло дерево. Там, знаете, комедичения не было. Ну, здорово. Препарат дорогой, но замазывает очень хорошо. Я при обрезке мелких веток ранки не замазываю. Но вот когда сильно был разлом дерева, я замазывала. Еще остался этот препарат. Буду пользоваться им, конечно. Значит, триходерма вериды купила. Я пользуюсь каждый год. Я проливаю посадочную лунку при высаживании всей рассады. Это огурцы, перцы, томаты. Нравится мне этот препарат тоже. Биопрепарат полезных почвенных грибов для защиты растений от болезней. Сразу побольше упаковочку взяла. Мне этого хватит. Также купила Тепеки. У меня фуксии есть. Да и не только фуксии. Этот препарат один из немногих, который работает реально против белокрылки. Белокрылку так, знаете, особо я с ней не сталкивалась, чтобы, да, бич был у меня. Нету белокрылки. Но как профилактику я обрабатываю Тепеки. Дальше. Приобрела еще Фермитек. Это от клеща Паутина. Но в прошлом году у меня клещ был на огурцах. Не массово, а вот только в зачатках. Я обработала дважды этим препаратом в Теплице. И у меня клеща не было вообще. Можно все обрабатывать растения и баклажаны. Вы знаете, клещ даже может появиться и на томатах. Поэтому он ничем не брезгует. И цветы можно обрабатывать. Вот Веритимек. Это тоже один из немногих препаратов, который реально работает против паутиного клеща. Вот такая бутылочка. И в этом году также я купила салика. Это аминокислоты органические. 13,5%. Это иностранный препарат. Довольно-таки тоже дорогой. Но аминокислоты, они для растений просто незаменимы. Им взяться неоткуда. Как только они их не добавят извне. Минералкой не пользуюсь. Вот решила аминокислотами вот этими попользоваться, попробовать. Ну, хвалят этот очень-очень. Хвалят препарат. Буду пользоваться. Я вам расскажу потом в конце года, какой был эффект. Затем каждый год я покупаю конские жидкие навозы. Здесь 3 литра. Замени 2 тонны навоза. Вообще есть баклажки по 5 литров. Вот я, наверное, за сезон 5-литровых баклажек покупаю. Но штук 5-6 у меня уходит. Потому что кроме органики мне кормить растения нечем. А такие культуры, как огурцы, тыквы, да и вообще все, собственно говоря, они нуждаются вот в подкормках. Поэтому подкармливаю. И гуматкалий. Я люблю этот препарат. Тоже им пользуюсь постоянно. Такие небольшие покупки. У меня были вчера. Это, собственно говоря, и вся моя аптечка. У меня нет завалов препаратов. Всегда у меня здесь все свежее и необходимое. Если что-то мне нужно будет докупить, когда вдруг резко что-то закончится, я пойду и куплю. Но так, чтобы что-то было, у меня всегда под рукой. Вот этого я считаю достаточно. Поэтому пакетик с семенами, которые я буду высевать в этом году. Здесь и огурцы, и помидоры. Здесь, ну все, перцы. И пакет почему такой большой? Потому что здесь очень много еще зелени. Укропы, петрушки, салатов разных, кинзы и так далее. Поэтому массивный пакет. Я, знаете, уже переболела той болезнью, когда скупались все пакетики, даже не читая. Были завалы семян у меня, наверное, как у каждого из вас. И так далее. Все, теперь я к этому делу подостыла. Хотя я семена очень люблю покупать. Но у меня теперь, знаете, строго, в принципе, все необходимое. Томатов, конечно, очень много. В основном это такие сортовые, коллекционные сорта. Их много. Они просто здесь не все. Ну, а в принципе, ничего лишнего такого у меня нет. Про запас есть. Того три пакетика, того три пакетика. Ну и все. Все, я могу пойти и свежее купить. Никаких просрочек у меня нет, от слова, совсем нет. Вот, в принципе, здесь я вам снимаю видео. Сижу за этим креслом. Здесь высеваю. И сюда выставляю уже под цвет растения. Ну, вот, в принципе, все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока.